Лесу нужна наша помощь. Ивановская область присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Живи лес». В субботу 40 деревьев посадили в парке Степаново. Но это только старт большой природоохранной компании. Сегодня под эгидой лесного комитета, комитета по лесному хозяйству это проходит. А так, во всех населенных пунктах, в общеобразовательных учреждениях, в детских садах, в школах, То есть кто-то посадку делает деревьев на территориях, кто-то просто ухаживает за молодым лесом, кто-то просто очищает лес от мусора. Саженцы сосны не очень требовательны к почве. Здесь она песчаная и полностью подходит. Зато чувствительна к солнечному свету. Потому деревца высаживают с учетом того, как они росли на прежнем месте. Все для того, чтобы упростить адаптацию к новой территории. Их привязывали веревочки, когда выкапывали по сторонам света, ориентировали и также высаживали по сторонам света, чтобы если выкапали мы их на юг, эта веревочка была, то здесь также она на юг. Уплотнение почвы, проливание, чтобы корни укрепились. Поэтому я думаю, что все у нас получится. Участники акции не только посадили деревья, но и помогли избавить парк Степаново от мусора. Вообще, в этот день генеральную уборку провели и на других особо охраняемых природных территориях – в парках Харенка и революции 1905 года. В них приняли участие более 500 человек – взрослых и школьников, активистов экологических движений и сотрудников правоохранительных органов и МЧС. Сотрудники главного управления МЧС России по Ивановской области ежегодно принимают участие в данной акции, потому что мы считаем, что это необходимость и долг каждого гражданина России поддерживать экологическую ситуацию в стране. Экологические акции пройдут в регионе до конца октября. Под их флагами запланированы десятки субботников на особо охраняемых природных территориях – парках, аллеях, скверах по всему региону. Во многих муниципалитетах предусмотрены мероприятия по озеленению и лесовосстановлению. Конечно, нескольких экологических акций недостаточно для спасения легких планеты, но это повод в очередной раз напомнить об ответственности человека перед природой. Если каждый позаботится о территории рядом со своим домом, дышать станет легче всем. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.